всем привет сегодня у нас мукбанг суши суши готовила я сегодня приготовление было суши можете увидеть что у нас сегодня что мы будем есть и пить вот такие суши я приготовила суши с креветкой суши с рыбкой филадельфия филадельфия у нас как вы можете увидеть не в разрезе потому что мы будем все не есть как настоящие концы целиком буду стараться для наших подписчиков также мы приготовили запеченные роллы запеченные роллы с красной рыбкой что еще сегодня еще у нас сегодня в нашем канале присутствует наша пола куда же без нее так что приятного аппетита ребята смотрите а мы будем признать как романина загонят заболела волос тяжелый поэтому просила в сторонку поэтому будем сейчас пить есть давай налью наверно полы находимся в германии поэтому решили попробовать первый раз германии суши сделать мастер старалась красивые получились голос какие какая прекрасная шип-шип газировку мы любим конечно же а еще надо стоим и сою вот такой мы купили сейчас будем пробовать не знаю для суши покупали надеюсь будет вкусно я покажу немного колы наливаю чтобы гонировка тут бутылки было потому что когда упакали но остается на теряет правильно спасибо здесь ничего страшного главное не перепутать сейчас наливай себе где водичка вот водичку я этот сделала кстати ты мне дала вилку я хотела обратиться к людям которые пишут некоторым смотрела youtube там люди говорят ну люди едят на камеру youtube канал там вот они едят руками так вот зайдите на канал с японцем вы увидите если вы не зашла на канал одной девочки она расскажет что но японка рассказывает что суши у их принято есть палочками либо руками те кто пишут вот вы едите руками как же можно тыс не неправильно так что ребята не пишите то чего вы не знаете да а у нас еще есть вот такие вилочки можете увидеть это немецкие вилочки на сегодня будем пробовать давайте а не будет есть такой вилочкой я хочу попробовать зачем она уже вы может ну конечно там рыбки не видно а не аккуратно здесь я буду умыкать соевый соус а там я буду пробовать и так ты сделала себе стоит давайте пробовать не знаю они уже теплые их и только опять подогревала вкусно очень рыба чувствуется даже доставки так не чувствовал очень вкусно рыба в этот раз как ни странно попалась очень вкусно мы с вами по скидке берем что с бисквит на наш канал нашим подписчикам подписывайтесь ставьте лайк всем приятным аппетитом очень вкусная рыба думала какая школа ты знаешь что расскажи людям за доставку германии ты прочитала моим красным потому что что вы думаете ребята мы долго думали заказать доставку смотрели все доставки в нашем городе и чтобы понимали и чтобы понимали много доставок заходишь на сайт там не фотографий не картинок этих представлений суш ну что мы делали мы рассмотрели что входит состав суш обычно это 30 штук за 50 евро и что это было это было просто огурец 8 штук вот эти маленькие как они называются маленькие маке маке да вот маке а все остальное не рыба ничем 4 штучки филадельфии все остальное с тунцом либо практически можно стать с селедкой извините меня 50 евро мёртва и типа крабовая вот заходите на канал на расследиала суш может они не кажется там прям красивым но они реально красивые получаются ну вот даже сколько это придем выше по крайней мере вы можете увидеть креветку целиком это нам обошлось 40 евро 30 39 но у нас рыба осталось мы взяли килограмм рыбы 750 вот смотрите и запеченные и филадельфия и красная рыба и креветок но за 30 евро это за а за 50 евро есть набор 20-30 штук то же самое они типа дороже но количество такое же меньше но там ну то же самое то просто добавили больше лосося все никакого разнообразия их вообще нет куда не зайду в любой город посмотрю доставку может берлине есть лучше но берлина не смотрела везде ну типа плохие доставки и нечего заказать рыбка вы увидите такое доставки иногда может быть не знаю тут наш украинская кухня очень сильно отличаются от всех много продукта много мяса много рыбы все остается да даже если что-то не так мы можем перезвонить и нам обратно доставку сделать или вернут деньги здесь мне кажется опасно заказ мне кажется можно и отравиться что угодно кстати хотела рассказать были валди уже целую неделю идет скидка на виноград сколько грамм винограда белого я на 49 хорошая скидка уже три раза не и три раза отправляемся этим я думаю что у меня болит живот постоянно его ем я понимал что ты игра но что-то может ели поэтому я думала так а то оказывается виноград они просто я ела виноград он был полностью зеленый внутри прям белый даже но вот зеленый как виноград они просто наколи накололи туда внутрь сахар и какую-то смесь из-за этого он сладкой а когда ешь своему винограде но она тупо зеленая ну короче вот такой разумяк поэтому по скидке видимо никто не хотел принимать поэтому волги его отправили люди типа брали что еще вчера к нам приходили любом и наталья вы можете на правил посмотреть там отвечали старый новый год кушали запеченную курочку с картошечкой яблочкой не выставляла а ну может выставить только отмечали просто посидели посидели хорошо поговорили а рассказали наталья у нас уже выучила немецкий язык дала деструкцию как выучить рассказала школа еще немного его знал нас скоро у нас начинаются курсы с февралем будем приступать смотрите когда охлаждается какой-то другой вкус мне кажется не знаю никогда более теплые они другие лучше теплые только приготовлены на германии нашим чиналом идем курсы на тренем гости клюбе будем отмечать ее второй день рождения не приезжает . позвала школа каждый раз какая-то разная нету вкуса выражена печеные может еще раз скажите дополнительно что не хочешь может мне вопросы подозрали вопрос да нравится тебе в германии или нет хочешь домой я не могу промолчать но я опять же скажу так как у нас там лица война я все же надеюсь дай бог чтобы она закончилась но как я в последние месяца и тебе говорила всегда что это надолго у меня вот какой-то предчувствует что дай бог вот мне хочется чтобы летом это все закончилось вернулась в свою украину но пока что я не знаю что я буду так делать мне кажется что надо нам пройти курсы и тогда я могу сказать типа если я смогу выучить этот язык не то что выучить хотя бы дополнительные какие-то слова какую-то речь чтобы пойти потом работать по крайней мере я задумалась если я выучу курсом выучу не выучу у меня будет уже бумажка и я дополнительно уже могу себе спокойно идти там работать или идти по какой-то сфере еще там может я не знаю сколько там длится курсы после того как вы выучили курсы если вы хотите идти на работу официально которую там я не знаю там нужно проходить дополнительные курсы к этой работе поэтому я что могу сказать пока что ну ничего 50 на 50 я хочу и домой но и хочу увидеть что дальше после этих курсов можно колду да конечно а ты как хочешь домой а почему смысл нет можно смотри можно быть месяц дома настя мне не подходит жизнь кстати ну жизнь бумажка когда это конечно подлить да пожалуйста это эти термины они все нервные люди потому что вы всю жизнь живете по каким-то терминам у нас все намного проще тут все усложняется контракты интернет подключить надо контракт подписывать минимум на два года и не важно уезжаете вы не уезжаете банально подключить интернет банально купить сим-карту и не говорю о каких-то глобальных вещах здесь очень сложно и очень что надо ждать то все время все затягивается это все ну плане мой себе жизни кстати да тяжело день не заработать может быть и хорошо все но жизнь здесь я тоже кстати не представляю люди реально нервные вот у нас знакомый когда-то ехали к нам он нам помогал он пропустил свой термин так вот он так нервничал но он хотел все бросать над люди агрессивно из-за этого становится нам извиняюсь на фиа делайте усложняйте процесс для людей себе сделайте проблему и людям они как-то привыкли так жить но мы не можем очень тяжело хочу попасть много разных вопросов у тебя должен быть термин можешь месяц ждать ты не будешь знать когда у тебя там дата жди и жди сиди умирай не умирай в Канаде мы смотрели канал парень там снимает канал свой беженец украина оказался когда-то говорит я был в германии прожил два месяца и говорит нет мне это не подошло говорит вот эти все термины и мы решили уехать в Канаду они молодцы уехали говорит таких проблем нет они говорят все документы и сделали за неделю за неделю в Канаде я думаю что он может себе а сейчас двери везде открыты поэтому пользуются хотим ну понятно да немного кто ну кто знает кто же от германии тот поймет вкусно не получилось но буду есть как настоящая порк не понял как рыбку делаем соевой а резать не? не ну ты можешь резать и этим таки по каждому по куску да нафигеть мы люди скромные да вкусно запечем вкусно много сыра попробуй попробуй сейчас зарепим лучше вот рулетик какой такой у нас зареплю сегодня ты можешь сейчас распробовала слушай скажешь точную оценку очень вкусно я вижу что ты неохотно их ешь ты не хочешь есть уже? хочу ешь с сыром какие с сыром ты только что съела очень вкусно с сыром очень вкусно с сыром вот смотрите блин сколько рыбы где вам так в доставке столько положить? угу особенно здесь рыба нежная да да уже завтра к любе дочка приезжает уже да может пойдем на дирижение у Любы завтра дирижение ну это уже у него да она у нее была первого официально а записали пятнадцатого это в роддоме да записали пятнадцатого? так я не поняла почему так сама не знаю перепутали что да надо разузнать я так не поняла что мне нравится нравится там может быть мало но ты больше нельзя не не нагуляйся а а что-то сейчас попалось вообще а блин может духовка плохая у блин не 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 с помодорами вообще с овощами да выбор это и с фруктами что летом что ел вот купила Настя голубику био так она вообще мягкая невкусная портрет это а цвета была европейская я уже практически наелась ой ты не знаешь что выбрать тут можете что-то посоветовать Что ты хочешь? Что посоветовать? Тут всё одно и то же. Что ты советуешь? Здрасте, Нитуси. Ты хочешь рыбу или креветку? Креветка есть такая, такая. Тут тоже есть. А что, ты рыбу хочешь? Вот рыба. Креветка, всё-таки это лучше, да? Креветка, всё-таки это лучше, да? Честно, я не знаю. Не то и то, а ничего. Огурец? На, вот. Может, будешь вот пустая? Это можно завтра сделать. Говорят, а что слабая? Ну, поймешь. Была нормальная теперь. Созавтра. Вот эти все. А, времени не будет, да? Все. Может, в Глюкле надо идти. Приготовиться. Ну, без подарка. Что-то купим, вот так. Согласна. Новости. Ой, фух. Наелась? Угу. Не, она неалась. Я сейчас последнюю с рыбой и всё. И всё. Ой. На, кстати. Что это? Вот хотела ли будешь? Да есть уже так, боже мой. О-о-о. А, потому что рис обычный. А, кстати, не могу дойти до сих пор. У меня был уксус, ну, у меня был уксус для суши. У меня побъелась вообще. То не тот, он не скрепляет в суши. Такие ребята. Рис, кстати, недорогой. Кругло-зернистый. Единственный. 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 Спасибо, Настя. Да, за что? За то, что приготовила вкусно. Ой, прям таки вкусно. Наелась. Курю сейчас есть. Уже переела рыбу ему есть, но она очень вкусная. О-о-о, кусок. Чего я так вот так сделала? Снепластью поснимала. Уже телефон горячий. Ом-дом-дом. Очень вкусно. Да, ребята, смотрите, сколько осталось. Сколько мы уже съели. Что? Замечаем, люди больше едят, а шок. Хочешь, что лазит. Тут тоже много сняли, но? Фу, я даже дышать уже не могу вообще. Да. Не надо, а что вода. Я закусываю лакадо. Ты будешь доедать эту рыбу? Вот, доедай на камеру. Смотрите, сколько лисов у Насти в тарелке и сколько у меня. Вот так вот. Вот так вот. И даже так. У нас и не церемонится. Да. Все, ребята, пока что на паузу. Будем доедать позже. Да не, тоже на паузу. Мы уже прощаемся. Спасибо, что посмотрели видео. Ну да. Заходите на видео, у нас будет много интересных рецептов. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пишите комментарии. Задавайте, конечно же, вопросы, которыми отвечать будем в YouTube-канале. Всем пока. Всем хорошего настроения. Всех благ. Всем удачи. Пока-пока.